Продолжение следует... 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 Здесь информация по техническим характеристикам... Еще одна кнопка у нас имеется на спинке... Эта кнопка нужна для оперативного переключения чувствительности CPI, то есть на лету... Естественно, по желанию можно ее изменить... Вообще, давайте посмотрим на фирменную программу утилиты по настройке... Сейчас мы можем наблюдать фирменную программу SteelSeries Engine... Она нужна для управления мышкой SteelSeries Rival... Вся периферия, которая работает от производителя SteelSeries, у нас собирается в одной программе Engine... Это было и в клавиатуре, это была и в мышке, которую мы тестировали... Это не так давно танковая мышка... То есть здесь можно выбрать конфигурацию или профиль, которую вы ставили, не загружая полностью программу... Посмотреть в библиотеку и добавить сюда популярные игры... У нас, естественно, мышка SteelSeries Rival... И давайте посмотрим, что у нас здесь есть... В отличие от прошлых версий программы, здесь все настройки у нас собраны в одном окошечке... Это возможность изменения кнопочек... То есть здесь можно полностью все это переключить... Все настроить, все действия... То есть каждое действие у этих программочек у нас настраивается... То есть можно под себя все подобрать... Здесь также редактируется у нас подсветка на колесике скролла и на логотипе... Можно выбрать цветовые вариации по изменению цвета... И подсветка будет автоматически у нас меняться... Можно сделать пульсирование, можно сделать постоянный цвет... И здесь уже выбираем цвет RGB, который нам нужен... То есть 16 миллионов цветов можно подобрать... Естественно, цвета некоторые будут похожи... Это связано с особенностью подсветки... Но подобрать, я думаю, можно будет... Можно включить предосмотр... Почему-то вот все включили... Также логотип здесь настройки полностью дублируется... В левой части собраны настройки... Которые раньше были перенесены в другие окошки... Это на сроку чувствительности... То есть можно у нас ее увеличить до 6500 TPI... И минимальная, если вам это интересно, 50... То есть шаг достаточно большой... Подобрать по тебя можно будет без проблем... Также есть у нас вторая чувствительность... Которая может переключаться через кнопку... Здесь также у нас 6500 TPI... И 50 все это настраивается... Можно между ними быстро переключаться... Все есть подсказки... То есть если все что нужно, можно узнать... Есть частота опроса... Меняется у нас частота мышки... От 1000 до 125 МГц... Есть у нас ускорение замедления... Все это можно настроить по себе... И сглаживание углов... Естественно есть поддержка профилей... То есть здесь мы можем настроить профиль... Добавить новый, например... Здесь мы все добавляем... И в следующий раз у нас в программке... Уже в этой части будет выбор... После того, что она перезагрузится... Будет мега-обзор... Все это мы настраиваем... Есть у нас естественно... Редактор лам... Макросов... То есть набираем кнопочки... И все эти действия редактируются... Можно выбрать задержку... Все под себя подобрать... Все это в этом плане... Очень удобно... На каждую кнопку можно у нас настроить... Вот такая стала у нас программка... SteelSeries Engine для управления мышкой... Arrival... Очень удобно... Все понятно и просто... Даже без... Без каких-то затруднений... Разобраться эту программу можно... Давайте продолжим... Мышка естественно подключается по USB кабелю... И у нас есть возможность изменения цветов... Как я это упоминал... Цветы меняются на колесики... И на задней части... То есть можно сделать пульсацию... Можно сделать изменение цвета... Но в некоторых частях... Вот сбоку например... Видно просвечивание мышки через щели... По элементам также можно отметить... Резиновые вставки по краям... Улучшающие хват мышки... То есть... И они имеют такую вот... Небольшую рифленую поверхность... То есть для лучшего хвата и... Своего рода массажа... Работает мышка на отлично... Мы тестировали ее в шутерах... В онлайн играх... То есть справились задачи на отлично... Проработают... То есть точные выстрелы... Точное позиционирование... Все это способны предоставить... Мышка SteelSeries Arrival... С удовольствием отвечу на все ваши вопросы... В комментариях... Надеюсь этот обзор был для вас полезным... Серьезных претензий к этой мышке нет... Всем спасибо... И пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...